За сутки почти 150 боев, больше всего враг давил на Кураховском направлении, Генштаб. За прошедшие сутки, 9 октября, на линии фронта произошло 149 боевых столкновений. Больше всего враг давил на Кураховском направлении. Об этом сообщает новости Украина, со ссылкой на Facebook страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины, ВСУ. 14 ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника нанесли за минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны, к тому же поражены пункт управления, 6 средств ПВО и одна артиллерийская система, пишет Генштаб. Ситуация на фронте. На Харьковском направлении россияне четыре раза проводили наступательные действия в районе Тихого и Волчанска. На Купянском направлении враг атаковал 17 раз в районах Кучеровки, Петропавловки, Степной Новоселовки, Вишневого, Новоосиного, Зеленого, Гая и Кругляковки. На Лиманском направлении остановлено 18 атак россиян. Усилия захватчики концентрировали в районах населенных пунктов Грековка, Андреевка, Макеевка, Невская, Екатериновка и Турская. На Краматорском направлении враг 6 раз пытался продвинуться вблизи Миньковки, Часового Яра, Александра Шультина, Белой горы и Ступочек. На Торецком направлении россияне враг 9 раз пытался продвинуться вперед в районах Торецка, Нелиповки, Щербиновки и Делиевки. На Покровском направлении состоялось 25 атак. Основные усилия россияне сосредотачивали в районах Селидова. На Кураховском направлении враг 31 раз пытался прорвать украинские оборонительные рубежи в районах Горняка, Новоселидовки, Кураховки, Цукурина, Острова, Георгиевки, Константиновки, Катериновки и Антоновки. На Времовском направлении отбито 5 атак в районе Богоявленки. На Приднепровском направлении россияне осуществили 4 тщетные попытки захватить позиции наших защитников. Потери России в войне. С начала полномасштабной войны Россия потеряла более 665 тысяч единиц личного состава. Только за минувшие сутки силы обороны ликвидировали еще 1080 российских террористов, а также уничтожили. Один танк. 14 боевых бронированных машин. 41 артиллерийскую систему и не только.